Добрый день, хороших известий! Мы, как всегда, с вами посвящаем наши духовные усилия в успеху наших солдат, чтобы Всевышний хранил их и выздоровлению раненых, и возвращению пленных. Я упоминаю всегда во имя памяти и возвышение души и любви от Михаэля, моей жены, которая ушла два года назад из жизни, я свято верю, что попытка понять тексты пророков, естественно, и другие духовные усилия, они также помогают, как молитва, и не случайно существует обычай посвящать уроки тому или иному, или в память, или ради выздоровления. Так что будем надеяться, что и мы вносим хотя бы свой минимальный вклад в благополучие Израиля. И я сейчас подниму кобец, подниму файл, который я хотел, и вот в качестве введения я напоминаю Любу Бат Михаэль, Лейзерсон Мешков из семьи Гинзбург. На сайте, посвященном его памяти, есть множество материала и по недельным главам, и по пророкам, и по истории возвращения советского еврейства в Израиль, на родину. И напоминаю о том, что существует 13 книг по пророкам, которые можно приобрести через этот сайт. И среди них книга «Схарья». Я всё время переживал, что что-то не дописал, нужно было бы ещё как-то сейчас проверить. И вот, когда начал готовиться к занятиям, я смотрю, что все мысли, они там присутствуют, изложены на бумаге довольно чётко. Конечно, можно ещё что-то развернуть, и это то, что я стараюсь делать на наших занятиях, добавить что-то, развернуть те идеи, которые есть. Но, в принципе, там в этом комментарии, если не всё, то очень-очень много содержится материала. Мы с вами подошли к четвёртой главе. Может быть, мы её с вами уже затрагиваем. Прошлое наше занятие было посвящено Макумранием, самаритянам. И эта тема ещё не исчерпана. Нам предстоит посмотреть с вами, что происходит, когда в Яуду возвращается Эзра на восьмом году правления Дарьявиша Второго. и как эта проблема, как он наделён полноводчиями, Дарьявишем, и судить по закону Торы, и как решают эту проблему смешанных браков или браков заключённых, не совсем как бы так, как этого бы хотелось, когда женщины из самаритян, а потом оказывается, что не только из самаритян, они, так сказать, условно говоря, не до конца приняли киев формально и отрицательно влияют и на свои семьи, и на всю обстановку. Мы с вами заглянем, посмотрим, что делает Эзра. А четвёртая глава, она явно говорит о том периоде, когда Эзра ещё не пришёл. Здесь в этой главе упоминается Зарубавель. Эзра приходит после того, как Зарубавель уже уходит. Возвращается в Персию. И здесь описывается характер всей эпохи Второго храма, а даже, можно сказать, и нашей эпохи, нашего времени, всего периода двухтысячелетнего изгнания и нашего возвращения в Израиль. И то, и другое. Я напоминаю, что христиане всегда говорят, что пророчества относятся только ко Второму храму, предсказывают восстановление разрушенного храма, Первого храма, восстановление его как Второго храма. И ни в коем случае не говорят о будущем. Это христианская такая тенденция, нарратив, что, собственно, возвращения от евреев и не должно быть, так как после разрушения Второго храма, так как христианство заменило еврейство, заменило идеи Торы. Теперь есть Новый Завет, упаси Бог, конечно, все эти идеи. Но я напоминаю об этом, что вот это их подход, что они ни в коем случае не видят вот это в пророках предсказание не только восстановления Второго храма, но и о разговор, так сказать, пророческий разговор о двухтысячелетнем изгнании и возвращении после двухтысячелетнего изгнания. Никаких намеков. И, естественно, конечно, для христиан, для всей их теории, в частности для этой теории, что пророчества не говорят о возвращении после двухтысячелетнего изгнания, естественно, был нанесен удар восстановлением государства Израиль, когда явно пророчества исполняются. Явно видно, что они говорят не только о возвращении из Габилона, но и о возвращении из двухтысячелетнего изгнания. Поэтому можно напомнить такое парадоксальное высказывание Нинцевора, которое было известно как мастер-парадокс. Он сказал так, предсказывать очень трудно, особенно будущее. Так что нужно было бы смотреть в пророков и изучать их в свете нашей традиции, а не заниматься изысканиями, навязывая свои теории, так сказать, пророкам. Хорошо, это такое небольшое видение. Теперь в 4 глава. «И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человек, пробуждающий ото сна. И сказал он мне, что видишь ты? И сказал я, видел я, вот минора из золота вся, и шарм наверху ее, и семь лампад на ней, и по семь трубок у лампад, что наверху ее». Мы с вами помним, что во втором храме Ковчег Завета, который был спрятан за 50 лет до разрушения первого храма, Ковчег Завета так и не появился. Святая святых. Стоял камень, который называется «Эвенштия», «Эвеносновый мира» в таком, скажем, метафизическом плане. Это камень, с которого началось творение мира, так сказать, центральная точка. И центральная точка мира, которая объединяет все творение вместе, поскольку из нее началось все творение, возник весь мир. И когда Ковчег Завета был поставлен на эту точку, на эту центральную точку мира, он влиял на весь мир. Теперь он скрыт, не появился, и основная сила времени второго храма – это минора. Вот мы можем вспомнить с вами вид Ковчега Завета и вспомнить о том, что он стоит в святая святых. Святая святых отделена от святого помещения завесой, и возле завесы святого помещения стоит минора. Что мы можем извлечь уже из этого, из этой посылки, из этого выдвижения пророком или пророчеством на первое место миноры? Мы представляем себе, что минора указывает на силу еврейской души. И так же, как у души есть семь свойств, так семь качеств, так и у миноры есть семь ветвей, которые заканчиваются лампадами, и в эти лампады наливалось масло, и они сжигались каждый вечер для того, чтобы гореть всю ночь. Это особое служение в храме, особая работа когенов. В Торе говорится о том, что Аарон, первосвященник, зажигает минору, но с точки зрения закона это не обязательно. Любой из священников может ее зажигать. И в Демаре возникает вопрос, а зачем нужна минора в пустыне, спрашивают гемары или утверждают гемары, все шли по свету Всевышнего. Неужели можно взять и осветить что-то, взять и светить Всевышнему? Неужели Всевышнему нужен свет? Как бы для того, чтобы он ходил, может быть, в святом помещении. Неужели так можно себе представить, что Всевышний или, скажем, ходил, может быть, очень грубо так, но все, что Всевышний как бы не увидит, что происходит в храме, если не ночью, если не зажечь минору. Зачем она? Всевышний дает свет, зачем мы зажигаем минору? Посылка очень странная, ее нужно понять, разобрать, представить себе, потому что это заповедь, служение в храме. Вот мы вроде зажигаем, как мы зажигаем субботние свечи, так мы зажигаем минору, потому что велел нам Всевышний. А куда же такая посылка? Зачем нужна минора? Дело в том, что как бы эта сама посылка исходит из смысла заповедей. Вот, скажем, жертвоприношение. Жертвоприношение – это уничтожение или уменьшение, так сказать, дурного начала, которое живет в человеке. И понятно, что жертвоприношение – это духовные действия, и если это жертва за грех, то она не будет действенной, если человек не раскаивается. И даже в мирных жертвах, которые приносятся в праздники, в них есть элемент такой очищения, очищения от греха, для того, чтобы быть чистым, войти чистым в праздник или провести праздник в чистоте, нужно очиститься не только с такой ритуальной точки зрения, но очистить свою душу от дурного желания. Подтверждением это может быть то, что мы с вами прочитаем в книге «Ваекра», что все, что приносится на жертвы, скажем, от мирной жертвы, это действительно символы дурного начала. Не приносится в жертву сердце, а приносится надбрюшечное сало. Надбрюшечное сало, то есть сало, которое закрывает брюшину, оно приносится, сало, жир, он приносится на жертвенник, и это запрещено есть. Также надпочечник и надпечечник – это то, что на иврите называется и терет-а-кабет, это идет на жертвенник. Это идет на жертвенник, и чтобы сейчас не отдаваться во все подробности, у Торы есть своя очень четкая символика, которая не бегает, это не изменяется от одного рассказа к другому, и вот этот надпочечник, скажем, надпечечник и почки, чтобы быть точным, я еще раз подчеркну надпечечник и почки, это также символ дурного начала. И вот это сжигается, и человек приходит и приносит жертву, и понятно, зачем он ее приносит жертву, чтобы усилить свою молитву, чтобы всевышний простил ему прошлые грехи и помог избавиться от будущих ошибок. И вместе с молитвой, вместе с молитвой жертва как бы работает, или жертва усиливает молитву. Это мы как-то более-менее себе можем представить. А вот что происходит, когда зажигают свет для Всевышнего? От Всевышнего исходит свет, не от человека исходит свет. И ответ такой, что Минора является свидетельством божественного присутствия в храме, в пустыне, в Мешкане, в переносном храме. И тут мы тоже о мяге можем спросить, а ведь если мы говорим, что Минора горела чудом, сейчас мы попробуем поговорить об этом, то в Мешкане были другие чудеса, и мне почему нужна обязательно Минора. И вот мы тут можем представить себе такую вещь, такой момент, что Минора фактически горела чудом. по крайней мере две ее свечи, несмотря на то, что в них было масла достаточно для горения только ночью, они продолжали гореть и днем, и догорали до следующего вечера. И если бы не заповедь Кагена, зажечь Минору заново, это его заповедь, то эти бы свечи так и продолжали гореть. И вот этих горящих свечей Каген зажигал остальные свечи. Я сейчас не вдаюсь в подробности Галахи, все это можно как бы изучить, но это не наша задача. Сейчас наша задача представить себе общую картину. И получалось, что огонь как бы вечный, он не погасает две свечи, они горят постоянно, от них зажигаются другие свечи, они потом тоже очищаются, Каген их очищает и меняет в них фитили и масло, но огонь, который горел, как бы он уже передался другим свечам, вот получается, что есть такой как бы вечный огонь. Это чудо продолжается до тех пор, пока сыновья Израиля находятся на высокой духовной высоте, или скажем, на высокой духовной ступени. Когда в народе начинает распространяться грех, такая духовная нечистота, то это чудо становится меньше, менее сильным, свечи погасают, и уже нету этого постоянного огня. Заповедь остается той же заповедью, только теперь Каген берет угли с жертвенника и от них зажигает минору, а она не горит постоянно. Говорят, что после Шимона Цадик, Шимона Праведников, эпоха близкая к той, которую мы разбираем, после смерти Шимона Цадик, это время прихода Александра Македонского, примерно где-то можно взять 330-й год до этой эры, чудо миноры прекратилось, оно перестало гореть чудом. Мы потом знаем с вами, что для Хашманаев было сделано чудо, но оказывается, что это чудо, оно как бы очень хорошо ложится на свойства миноры. И так мы понимаем с вами, это свидетельство, свидетельство чуда, это свидетельство, оказывается. Да, это зажигает свет не для Всевышнего, а это чудо, особое чудо, которое происходит в храме, минора должна гореть как бы постоянно. Это чудо, которое свидетельствует об особой еврейской душе, усилии еврейской души, что, скажем, да, у сыновей, что у сыновей Израиля как бы есть свой собственный свет, которым они призваны осветить весь мир. Если то, что стоит за завесой, святая святых, Арон Акодыш, он символизирует свет, который как бы исходит непосредственно от Всевышнего, для Маше между этими ангелами звучал голос Всевышнего, то есть это как бы, как бы сказать, влияние сверху, да, и Арон Акодыш – это влияние Всевышнего на мир, да, а вот минора – это влияние на мир еврейской души. Она свидетельство того, что существует особая еврейская душа, она чиста, должна быть чиста для того, чтобы было это чудо, да, и вот она освещает мир. В идеале, как бы, да, можно представить себе, что свет еврейской души является несущим таким, да, несущей волной, как говорят в технике, для света Всевышнего, который распространяется от Арон Абрид, да, вот света Всевышнего глобального, да, первозданного света, скажем, есть, так можно сказать, и для математики это вполне приемлемо, более бесконечного, чем свет еврейской души, который тоже бесконечен, но свет Ковчега, он более бесконечен, да, и вот мы видим с вами, как бы, такую систему, да, святая святых Арон Абрид, Ковчег Союза, и он, как бы, излучает свет такой божественный, да, не связанный, никоим образом не ограниченный, ничем материальным, да, но, как бы, входит он в мир благодаря тому свету, который есть в еврейской душе, и вот она таким образом является несущей волной. Что-то похоже на эти, на то, как глобальный свет разлагается на спектры, на семь, на семь спектров. А сейчас я закончу этот момент, я постараюсь остановиться, для того, чтобы дать вам возможность спросить, что неясно, и что непонятно. Вот. Теперь, хотя это не является нашей темой, мы с вами упомянем эти семь свойств еврейской души. Дальше мы увидим, что здесь еще, за этой картиной, как бы скрывается еще одна картина, которая показана с хоря, но прежде всего мы обращаем внимание с вами на минору. Итак, семь свойств. Мы с вами говорим, что главное свойство – это милость, оно является и целью, и как бы самым главным из всех семи свойств. Второе свойство – это, я бы сказал, непреклонность, милость по отношению к творениям, к людям, может быть, в эту милость можно и включить любовь ко Всевышнему, потому что слово хейсет – это, у него два значения и милость, и любовь, и вот милость – это по отношению к людям и ко Всевышнему, непреклонность тогда, когда речь касается веры, ни в коем случае не отступать от принципов веры, от того представления о мире, о Боге, который заложен в Торе, и который был сообщен с горы Синай, ни в коем случае не отступать от этого, это непреклонность, дополняет свойства милости, и как бы между ними такое среднее свойство, оно называется чувство красоты, тефери, умение воспринимать красоту в мире, тут нам помогает морал, он говорит, что ощущение красоты возникает тогда, когда соединяются две противоположности, и вот, видимо, милость и непреклонность, когда они сочетаются вместе, работают вместе, возникает третье свойство, которое называется свойством красоты, следующее свойство называется вечность, или цель, нецах, на иврите, можно сказать, что и вечности цель это одно и то же слово, и тут мы понимаем, есть одна цель, она вечная, она никогда не меняется, и вот умение еврейской души стремиться к этой цели всегда, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал, и в каких бы ситуациях, где ни оказывалось умение стремиться к одной и той же вечной и неизменной цели, это еще одно свойство еврейской души, следующее свойство называется год, тоже можно сказать красота, но здесь скорее умение выразить свойства души во внешнем мире, передать вот это вот горение во внешний мир, да, и то есть называется год, я бы сказал красота, не знаю, как бы, да, вот, и следующее свойство это есот, это основа мира, обычно говорят праведник основы мира, это способность установить гармонию между всеми элементами, прежде всего между всеми элементами души, всеми элементами мироздания, и последнее свойство называется волху, царское достоинство, это умение управлять и собой, и другими, но не для того, чтобы властвовать над ними, а для того, чтобы привести к добру, да, и так перечисляю еще раз, да, милость, непреклонность, чувство красоты, вечность или цель, умение стремиться к цели, умение передать, как бы, да, ощущение души, свет души во внешний мир, называется год, не знаю, какое русское слово здесь подобрать, дальше основа Исот это установление гармонии и Малхут это умение властвовать собой и другими, но не для того, чтобы покорять их, а скорее для того, чтобы дать им благо, привести их ко благу, да, и вот это еврейская душа, горение миноры постоянно свидетельствует о том, что у еврейской души, у души народа в целом есть какая-то огромная сила света, который, так сказать, пользуется Всевышний для того, чтобы распространять свой свет, еще более сильный свет, который исходит, условно говоря, из святая святых от Ковчега Завета, распространять его во всем мире. Здесь я остановлюсь на секунду, я делаю стоп-шер, пожалуйста, если хочешь что-то спросить после этой трудной темы, то, пожалуйста, если скажете, что ничего не понятно, я повторю еще раз. Скажите, пожалуйста, известно, какие именно два светильника продолжали гореть? Это первый вопрос, и второй, если это известно, то всегда ли они были одинаковы? Или они менялись? Да, это как раз те моменты в подробности, которые я не хотел вдаваться. Гемарри разбирается так, говорится, нер ма ра ви, западная свеча. минурат была развернута, так сказать, перпендикулярно в завесе, по крайней мере, по принятому мнению, есть другие мнения, принятые мнения, мнения перпендикулярно завесе, и вот две ближайшие чаши, два ближайших фитиля к завесе, они продолжали гореть. Два, потому что это давало возможность давало возможность Кавену и очистить эти чаши, и зажечь все чаши от того огня, который был. Вот от того огня, который был, который продолжал гореть. То есть, если конкретно ответить на ваш вопрос, две чаши, ближайшие к завесе. Спасибо, понятно. Равзиев, несколько вопросов. Первый вопрос. Минара в точности соответствовала ли первой миноре, которая была, или нет? Я вот это не знаю. и второе, я спотыкаюсь, когда о шаре, а тут на веврите вообще написано кула в гула, в гула, вот, то есть, что такое кула, и что такое шар, и где это шары, которые, на которых лампадки стоят, так почему в единственном числе, и еще маслины, что это? Вы немножко забегаете вперед, мы сейчас посмотрим это. все, все. Я хотел пока просто представить себе символику храма, для того, чтобы понять дальнейшее пророчество и период старого храма, да и, в общем-то, период нашего двусысячелетнего знания, которое, будем надеяться, закончилось, и уж, по крайней мере, заканчивается. Можно вопрос короткий разводить? Я прошу прощения, я еще не знал, то есть, мы это дальше будем еще прорабатывать, да, и насчет первого храма. Надеюсь, что мы сегодня уже это успеем, по крайней мере, да. Дали, пожалуйста. Нет, я еще один вопрос еще не задал, что здесь именно три, семь нижних качеств, вроде бы, цельность должна была быть в десяти сферотах, да, в десяти, а она в семи, вот эту символику, что три верхние как бы не проявляются, да, в этом мире, вот это еще объяснить. тут, скажем, вернувшись к символике храма, три верхние проявляются, но они проявляются через нижние, и здесь мы с вами видим, что если мы возьмем Арон Абрид, то он действительно в себе, Ковчег Завета, то он несет в себе число три, есть два ангела, и есть то общее, что есть под ними, то, что их объединяет, это золотая крышка и сам, в общем-то, Ковчег, и вот у нас здесь вырисовывается такое число, число три, как бы если считать, что из центральной точки, из которой был сотворен мир творения, происходит постоянно, то вот мы здесь видим такое продолжение творения, первое раскрытие, это как бы идет через число три, а потом число семь, и вот числа, скажем, условно говоря, числа три, мы его взяли как свет, который непосредственно, скажем, исходит от Всевышнего, соединяет с источником жизни, можно сказать, да, вот мы взяли этот свет, скажем, так его назвали, он идет и раскрывается как бы через через минору, так сказать, накладывая свой свет, накладывая свой свет на свет миноры. Как вы знаете, в радиотехнике есть такое понятие несущая волна. Вот есть несущая волна, на нее накладывается другая волна. Вот что-то похожее происходит здесь. воля высокий свет входит в этот мир, но он входит только при помощи света души, так сказать, да, можно сказать, усиливает свет души, можно представить себе так. Эта идея, она будет проявляться повсюду. Если мы с вами возьмем, скажем, правило записи букв по Аризалю, то он нам скажет так, что есть целый ряд букв, в которые как составляющая входит буква ЗАИН, и она сама по себе ЗАИН, там, где появляется ЗАИН как составляющая, над ее головой, так сказать, над ее вершиной ставятся три черточки. То есть мы видим с вами, что ЗАИН, который сам по своей гематрии 7, она дополняется еще тремя, какими-то тоненькими, незаметными, которые не увеличивают ее число, но они присутствуют. То есть через 7 раскрывается еще 3 или, скажем, действуют на мир еще 3, которые остаются незаметными. То есть это общая идея. Есть 3 скрытые и 7, через которые эти 3 скрытые действуют на мир. Единство ковчега и миноры получается. Спасибо. Талий, пожалуйста. Я извиняюсь, совсем короткий вопрос. То есть получается, это минора символ того, что евреи должны быть орлягуим? должны быть орлягуим? Может быть, орлягуим свет для народов, как говорит пророк Ишайягу. Я в данном... Это может быть. Я просто не думал об этом. Мне представлялось как бы первое, это чтобы душа была сильная и чистая. Но, наверное, то, что вы говорите, здесь тоже присутствует, потому что, как нам еще скажут пророки, мы еще не дошли до этого, что величие этого храма второго больше, чем величие первого. А как же оно больше, если, скажем, свет слабее, вот такое духовное влияние слабее, оно больше, потому что храм, второй храм больше оказал влияние на народы. Если взять, скажем, более поздний период второго храма, то мы видим, что он известен среди народов, что многие народы приходят принести жертвы так, как им разрешено. мы потом видим, что в Римской империи есть колоссальное уважение к иудаизму и большое число людей, в том числе римская знать, принимает гиюр, то есть мы видим влияние храма. Наверное, можно говорить и о влиянии торы, но здесь не обходится и без влияния вот такого света храма, безусловно, и может быть, можно сказать, что этот свет такой ослабленный, он оказывается более доступен народам, может быть, и в этом плане вы вполне правы, или не может быть, а точно правы, просто я эту мысль не внес сюда и не сконцентрировался на ней. Пожалуйста, что-то хочется еще спросить? Если нет, то я тогда поднимаю снова экран, и мы с вами продолжаем, и уверяю, что у нас дальше с вами очень много всего интересного. Итак, мы видим, что подчеркивается Минура, в то время как ковчег завета, его влияние гораздо меньше во втором храме, основное влияние – это влияние Минуры, и мы понимаем – это чистоты еврейской души, не света, который врывается в мир как Бат Всевышнего, который Всевышний посылает в мир, а прежде всего света еврейской души еврейского народа. И дальше мы с вами пробираемся, и мы видим две маслины над ней, одна справа от головки, а другая слева от нее. Это продолжение видения схарья, и я попытался здесь изобразить для вас, к сожалению, я не нашел свой более старый рисунок, более четкий, и вот как-то попытался наспех, есть старинный рисунок, который отображает в одной из книг, не помню, где он приводится, который отображает вот как раз это видение схарья, мы видим и чашу, которая наверху, из этой чаши выливается, идет поток наверное оливкового масла, можно сказать, по крайней мере условно, оливковое масло течет вниз, в чаши миноры, и два дерева вносят свой вклад, они дают оливковое масло, и это оливковое масло вливается в эту чашу, которая над минорой, и это пророческое видение, конечно, которое нужно разъяснить, растолковать, мы попробуем это сделать, как мы это с вами всегда делали, попытаемся раскрыть пророческие символы, ну вот я вот так попытался изобразить для вас, и вот вы здесь видите еще что-то, о чем мы сейчас с вами поговорим, да, пытаемся представить так, да, вот есть или то, что нам важно, давайте мы затронем сначала следующие два предложения, два стиха, и вернемся сюда, и отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это господин мой, и отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал мне, разве ты не знаешь, что они явления, что они эти явления означают, и я сказал, нет, господин мой, я напоминаю о том, что схарья это конец пророчества, и схарья, он не то, чтобы более слабый пророк, чем другие, но ему в связи с временем, в связи с тем же состоянием еврейского народа, ему трудно воспринимать, ему трудно воспринимать пророчество в связи с тем, что вот такой вот глобальный след Всевышнего, как мы видели, он скрылся, ему очень трудно, и он постоянно переспрашивает ангела, и даже то, что, казалось бы, он может и определить, он все равно переспрашивает ангела, чтобы не ошибиться, и получает пояснение, и вот, разве ты не знаешь, что они явления эти означают, и сказал я, нет, господин мой, вот ангел как бы удивлен, но неужели ты не понял, ты должен был понять, да, я, я, трудно, он может быть и понимает, но он боится ошибиться, ошибка в пророчестве это страшное дело, да, мы с вами много раз говорили, что умышленный или неумышленный на ошибку в пророчестве, это же в понимании пророчества, в понимании пророческих образов, это уже пророчество скорее, а не хочет, он требует четкого разъяснения, хотя у него есть свои догадки, и отвечал он и сказал мне так, это слово Бога, сказанное Зарубавилю, немогуществом и не силой, только духом моим сказал Бог воинств, да, обязательно сейчас к этому вернемся, да, вот сейчас, да, вот, и вот эти да, я пропустил несколько строк, и воскликнул я и сказал ему, что означают две маслины, эти с правой стороны миноры, с левой стороны ее, и воскликнул я второй раз и сказал, что это за две оливковые ветви, которые через два золотых горлышка изливают из себя золото, ну, ангел молчит, потому что он как бы думает, что с харь, я должен все понимать, а он уже кричит, объясни мне точно, чтобы не было никаких ни договорок, ни точности, никаких ошибок с моей стороны, и что бы не было, и сказал он мне так, разве не знаешь ты, что означают они, и сказал я, нет, господин мой, и сказал он, это две, двое сыновей елея, оливкового масла, стоящие возле господина всей земли, да, и так мы возвращаемся к нашему рисунку, мы уже понимаем его полностью, те детали, которые пропустили, мы с вами постараемся восстановить, и вот наш рисунок, как бы схематичный, да, есть некоторая чаша, из которой по трубкам, по трубкам выливаются, выливаются оливковое масло течет в, течет в минору, в чаши миноры, и есть два дерева, которые растут из земли оливковое дерево, и своими, свои ветви, с их ветвей стекает масло в эту чашу, да, вот мы здесь видели на картине на старой, что через чаши, но у нас эти, это не упоминается здесь, что у каждой маслины своя чаша, уже из этих част течет в основную чашу, вот по пророчеству из деревьев масло оливка истекает в верхнюю чашу из маслины, о чем здесь речь, во-первых, мы представим с вами то, что я во много раз говорил, мне кажется, что это очень важно, что у миноры есть здесь секрет, который есть, который действует постоянно, так сказать, действующий постоянный секрет, который показан здесь с хорья, да, если мы посмотрим на минору, то, в принципе, как бы нас призывают увидеть, что над минорой есть еще одна минора, перевернутая, так сказать, минора, да, потому что есть вот такие трубки, которые отходят от верхней чаши, и их вполне-вполне, так сказать, легитимно изобразить как перевернутую минору, да, и это само по себе очень получительно, как бы, да, от сыновей Израиля, от еврея, можно сказать, требуется всегда за видимой картиной, более близкой к материальному миру, видеть картину невидимую, да, то, что скрывается за материальным миром, это также сила нашей души, соединение более видимого, так сказать, и невидимого, оно происходит через горение, опять же, горение нашей души, я напоминаю, что огонь как символ это разрушение материальных форм, да, в данном случае в сознании разрушение материальных форм, но это не пылающий костер, пожар, который уничтожает все, нет, горение миноры это светильник, да, это постоянная работа, когда от более материального понимания мы переходим к все более возвышенному, все более абстрактному пониманию, как часто говорят, можно представить себе, как от теории Ньютона к теории Эйнштейна, от постулатов Ньютона к постулатам Эйнштейна, от ньютоновской физики, к физике Эйнштейновской, постоянно, даже не отбрасывая совсем старое, но преобразуя его, да, если бы это был пожар, он бы все отбрасывал, а здесь горение, оно преобразует старое и превращает его в новое, более абстрактное, более абстрактное, вот это работа нашей души, работа нашей души на протяжении всех поколений в изгнании, да, то есть где бы евреи не находились и в каких областях они не работали, они всегда разрушают стереотипы, да, но, как правило, не ломая их, да, только те, кто ушел в революцию, они все ломают, мы свой, мы новый мир построим, да, а, как правило, еврейская душа, она работает не так, когда она не вырывается из, как бы, своих традиционных рамок, то она привносит и в искусство, и в науку, и во все сферы человеческой деятельности она приносит всегда нечто новое, да, всегда, если так можно сказать, заставляет и себя, и окружающих перейти к новому восприятию, и это действительно всегда прогресс и в физике, и в искусстве, и в других областях науки, и в, скажем, социальных науках, если так можно сказать, это принцип еврейской души, которая горит, горит, начинает гореть вот так вот и светить, как здесь отметили не только самим себе еврейскому народу, но и всему миру, да, на протяжении второго храма и на протяжении двух тысяч лет изгнания, но это еще не все, да, во-первых, видим, что зачем это я, вот и вам показали именно рум, можно было остановиться, все было понятно, да, силы второго храма это силы еврейской души, все, точка, нет, пророчество продолжается для того, чтобы показать, да, что постоянно есть помощь Всевышнего, да, мы остались как бы без влияния Аарона Кодыша, Аарона Брид, Ковчега Союза, мы остались без его влияния, мы остались без вот этой силы первозданного света, который накладывается на свет миноры, как на нанесущую волну, мы остались без него полностью или частично он скрылся, мне трудно сказать, но в любом случае нам говорится, да, есть замена, есть усиление еврейской души, есть помощь еврейской души, есть помощь ее горению свыше, и это вот эта чаша, в которой находится оливковое масло, которое истекает, течет в чаши миноры, как можно представить себе в этом пророчестве, делая горение миноры постоянным, постоянным, да, и получается нейртомит, постоянная свеча, которая не угасает, и еще, и еще добавлено сюда, оказывается, эта чаша, она выливает масло, которое получает благословение свыше, которое течет свыше, но это масло, оно идет и поднимается из земли, поднимается из земли силой двух маслин, из харья, недаром просил разъяснить ему, что это за маслины, ему было сказано, да, это два человека, которых можно назвать люди оливково-масла, с разных точек зрения, да, это руководители народа, которые возвышают, которые возвышают народ, возвышают народ, поднимают, как бы, возвышают народ, живущий на земле, на земле, у которой есть свои силы, своя святость есть, да, они берут вот эту силу народа на святой земле, силу земли святой, силу святого народа, и они её возвышают, поднимают выше, 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 так, чтобы они превратились в масло, так, чтобы эти силы превратились в масло, сами по себе силы еврейской души, которые идут снизу, так, чтобы они превратились в масло, которое теперь выливается сверху, получая особое благословение верха. Это не то же самое масло, иначе бы его не надо было поднимать так высоко, иначе бы его не надо было выливать сверху, иначе бы не надо было выливать через особую чашу. Это сила Святой Земли или народа, живущего на Святой Земле, которая поднимается высоко. Почему же здесь речь идёт о руководителях народа? Можно было бы сказать о всём народе, асхария просит разъяснение, ему бы говорится, что это руководители народа. И это, в общем-то, понятно, потому что задача царя и задача первосвященника – это возвышение народа. царя в более таком возвышение морально-нравственного уровня народа, а первосвященника духовного, то есть царь как бы морально-нравственный уровень – это задача царя, это как бы между человеком и человеком, а задача первосвященника – это между человеком и Всевышним. Но не только царь, конечно, участвует и в возвышении души народа, даже не в связи с морально-нравственным уровнем, так же, как Давид, который писал песни, чтобы возвысить, расшевелить, затронуть душу сыновей Израиля, так же, как царь Шламо, который написал песни для того, чтобы затронуть душу сыновей Израиля. И вот они, первосвященник и царь, они призваны возвысить те прекрасные силы сыновей Израиля, которые, может быть, где-то низко, где-то спрятаны, да, но поскольку земля святая, есть возможность превратить в их вот это жёлтое золото, которое течёт сверху. И мы получили с вами образ эпохи, эпохи Второго Храма и её продолжение двухтысячелетнего нашего изгнания. Прежде всего, это сила горения еврейской души, да, но она должна получать, как бы, она не может без более высокого света, или она призвана распространять в мир ещё более высокий свет, чем у неё самой, и вот ей будет эта помощь, да, и, но эта помощь зависит, опять же, от сыновей, зависит от сыновей Израиля, от их стремления к высокой духовности, от тех сыновей Израиля, которые живут на земле Израиля. И вот мы получили с вами такую картину пророческую, очень сложную. Мы понимаем, что я совершенно не зря переспрашивался каждый раз, что это и что это, потому что всё можно понять по-разному. Ему трудно, опять же, не потому что он слабый пророк, потому что время такое, да, когда нету вот этой, нету чистоты, и вместе с этим нету чистоты восприятия во всём мире, у всего народа нету этого, да, и мусоря ему трудно, да, вот, скажем, да, и дальше у нас есть ещё совершенно прекрасные, замечательные картины пророческие, да, вот, но, наверное, мы с вами подчеркнём ещё вот один момент, о котором мы с вами тоже говорили, это вот эта фраза, да, это то, что было сказано Зарубавилю, о Зарубавиле мы поговорим отдельно, почему он выделяется, и здесь получается, что он величайший праведник, и также к нему относятся мудрецы в Талмуде, попробуем поговорить, вот этот его образ, так сказать, духовный бы создать, хотя о нём о самом мало что известно, но вот нам очень важно вот это «немогуществом и несилой только духом моим сказал Бог воинство», да, то есть это как бы резюме этого введения, этого введения миноры, да, этого введения миноры, миноры горящий, миноры горящий и своей силой, и силой сверху, да, и участие всего народа через руководителей народа, да, и всё это резюмировано, так сказать, в этой фразе. Но как? Мы можем представить себе, что дух, да, дух мой – это и есть сила еврейской души. Дух мой, да, вот, скажем, да, когда Маше ударил египтянина, то Мальпим утверждает, что на него опустился божественный дух. Когда Шимшон воевал с Плештим, на него опустился божественный дух, то есть есть такие моменты, да, или есть такие периоды, когда не происходят чудеса такого плана, как наказание Египта, расступившееся море, то, что происходит во внешнем мире, камни, которые падают на голову врагов во время войны Иошуа, тут нечто другое, да. Вы можете сказать, что это скрытое чудо, но, наверное, это ещё как бы более, чем это понятие скрытое чудо, да. Вот через дух еврейского народа проявляется мой дух. Дух еврейского народа – это несущее для моего невидимого духа, который идёт и преобразует мир, да. Как проявляется этот дух, как он становится побеждающим, да. Приведём несколько примеров по-разному, да, совершенно по-разному. Вот, например, встреча Шимона Цадик с Александром Македонским, о котором мы говорили. Александр Македонский со всем его войском, которое стоит за ним, он спрыгивает с колесницей и склоняется перед Шимона Цадик, да. И, верно это, это Агада буквальная или нет, она говорит об этой тенденции, да. Войско, полководец, мировая сила, она склонится, склонится, не сможет устоять перед духом, да. Сила этого еврея, как называет Александр Македонский Шимона Цадик. Его сила, со всей его мощью, она признаёт силу духа, силу духа еврея, силу духу первосвященника. Скажите, хорошо, но за ним стоит дух всего народа. Вот это одна победа духа, другая победа духа, не совсем, скажем, в другом плане, да. Это победа Хашманаев, да. Это победа Хашманаев, когда вдруг, как бы, какой-то ветер поднимает каких-то отдельных людей, совершенно отдельных, в совершенно невероятной ситуации, да, и они выходят в сражение малым числом, слабые, необученные, против сильных, обученных, да, и побеждают. Как они побеждают? Они побеждают духом Бога, который ведёт их и даёт им силы и обращает в бегство врага, да. И в дальнейшей нашей истории, да, можно говорить, вот мы видим здесь роль руководителей, кстати, через них приходит дух, божественный дух. В дальнейшей истории можно говорить о божественном духе, который возвращает нас в землю Израиля в совершенно невероятных условиях, и через удивительных личностей, через мудрецов Торы, руководителей народа, да, через тех, кто самоотверженно заселяет эту землю. Что это такое? Это какое-то чудо, все признают, да, хотя этого чуда не видно. А это горение еврейской души, на которой нагладывается божественная сила духом, духом моим, да. Вот, и здесь можно говорить и о Винницком гаоне, и о рабе Алкалае, и о рабе Калишеве, и о рабе Майлёгере, да, и о рабе Куки, да, которые принесли божественный дух возвращения, силу возвращения в землю Израиля. Можно, наверное, говорить о Большем Тове и о учениках, которые приняли участие в заселении земли Израиля. Дух! Иначе никак не назовешь. Божественный дух поднимает этих людей, не только поднимает, даёт им успех в невероятных условиях. Через еврейскую душу приходит помощь сверху, приходит божественный свет, да, и огромную роль играет праведность руководителей народа. В наше время, когда у нас есть и танки, и пушки, и самое совершенное снаряжение, электроника и самолёты, можно сказать, а разве действует это правило, что мы побеждаем духом? Да, конечно, духом! Мы же видим с вами, да, что да, пушки, танки, самолёты – это очень важно. Но если у нас нету духа, желания оставаться на этой земле, быть евреями, двигаться вперёд, и как тут правильно подсказали, быть светом для всего мира, то мы ничего не достигнем. Нам пушки, самолёты, танки и вся электроника нам не помогут, потому что после всех наших достижений, не дай Бог, упаси Бог, мы сдадим все наши позиции и, упаси Бог, вернёмся в голову, в изгнание, и ни о каком свете, и ни о каком храме, и ни о какой миноре нему не пойдёт уже речи, упаси Бог, я свято верю, что этого никогда не произойдёт. И один из моментов этой уверенности – это потому, что сказано «духом моим». На этой ноте я закончу, я и так вас задержал. Я сейчас сниму экран, текст экрана, если что-то хочется спросить, я готов пытаться ответить, пожалуйста. Правдеев. То есть получается ещё такой момент, что всё это возвращение несло очень огромный потенциал, который до конца не был раскрыт ещё при возвращении, при втором возвращении. Так получается. Вот я ещё эту ноту... Конечно, конечно. Зависит от нас. Зависит от нас, скажем, сила горения миноры или продолжительность её горения, чтобы она горела не только ночью, но и днём. Это зависит от нас. Ненавида зависит от нас. Окей. Хорошо. Значит, с нами Бог. Я бы сказал, и Он победит. А мы... Не победим. Как я бы предлагал говорить, вместо «яхады на цех», лучше говорить «Эммануэль». С нами Бог. И представлять себе эту минолу, через которую на силу нашей души, через которую светит божественный свет. Спасибо большое всем за внимание. Всем самого всего хорошего, благополучного. Уже жду следующей встречи с вами. Привлекайте новых слушателей. Нам всем это будет на пользу, я вас уверяю. Всего-всего самого доброго. Спасибо, Радзи. Огромное спасибо. Всем счастливо. Пока. До потрясения. Пока-пока.